Самара ГИС Счастью приглашаются все жители, которым есть что предложить интересного и полезного для своего города. И сегодня у нас в студии сразу два молодых ученых. Это аспирант кафедры электроснабжения промышленных предприятий Самарского технического университета Михаил Крицкий и студент Самарского технического университета Илья Наплеков. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Михаил, начнем с вас. Расскажите нам, пожалуйста, над чем вы работаете. Вы знаете, у меня очень узкое направление. Я энергетик и занимаюсь синхронными генераторами, вращающимися механизмами. И мы создаем систему технической диагностики в части синхронных машин. Если говорить простыми словами, то есть генератор состоит из неподвижной части статора и подвижной роторы. Вот на статоре 32 защиты, он со всех сторон защищен, а вот на роторе на данный момент ни одной. И это проблема перед научным сообществом. Уже очень долгое время ставили вопросы перед научным сообществом. И на данный момент решения этой проблемы нет. И вот мы занимаемся вот этим. Ну как, вы, наверное, сильно продвинулись? Да, у нас очень большая поддержка. Вот мы прошли также программу финансирования «Умник». Они профинансировали развитие нашей идеи. И на данный момент у нас уже, можно сказать, завершающий этап. Мы выиграли очень много конкурсов, грантов. У нас много патентов на эту тему. Илья, расскажите о вашей работе научной. Я решил, вот если бы у каждого человека была возможность выбрать место проживания в зависимости от условий окружающей среды. Онлайн прям. То есть у меня была идея сделать карту города, на которой сразу видно, где какие дымовые газы, концентрации, уровень их опасности. И выбрать уже место себе жилья. И вот у меня было программное обеспечение, с которым меня познакомил мой научный руководитель Паченко Дмитрий Иванович. Он в университете сам ГТУ преподает. И мы с ним сделали первую работу учебную. А вот по трубам вот эту, которую я сейчас представляю, это я моделировал район города с дымовыми трубами в программном обеспечении полностью сам. Моя работа, у меня школа смоделирована полностью. И рядом котельная. И как ведут себя дымовые газы около школы из этой котельной, вот это я и рассматривал. У меня получилась карта небольшая именно этого района, на которой есть область концентрации распределения этих дымовых газов. По результатам у школ есть несколько блоков. И вот блок Д, он в опасности находится. Если открывать окна, то туда может попасть дымовые газы, если западный будет ветер, он довольно опасен будет для них. Вот это я и выяснил. Ну то есть как поможет людям ваш проект? Они смогут ориентироваться по уровню загрязненности, да? Ну людям он поможет выбрать место жительства получше. А предприятиям, возможно, поможет спроектировать так их какие-то котельные, может, станции, чтобы было безопаснее жить. Михаил, а ваш проект, наверное, больше направлен все-таки на развитие промышленной отрасли, правильно я понимаю? Вы понимаете, немного не так. Мой проект направлен на надежное обеспечение работы генерирующего оборудования, потому что надежность является основным из ключевых факторов работы энергосистемы в целом. Помимо надежности также существуют такие ситуации, когда генерирующее оборудование выходит из строя в неотложные аварийные ремонты, что влечет за собой большой экономический убыток для эксплуатирующих организаций. Ну то есть в основном направлены на надежность, но также и на есть влияющий экономический фактор для эксплуатирующих организаций. Ну то есть компании заинтересованы решением данной проблемы. Ну вообще, то есть получается все заинтересованы. То есть если будет бесперебойная работа вот этих электроснабжающих станций, да? Да, как бы в первую очередь, да. Надежное электроснабжение у всех потребителей. Ну это фактически должно стать результатом вашей работы, да? Да. Ну как вообще думаете, справитесь, сможете? Конечно, да. Илья, а вы как считаете? Ну я, конечно, справлюсь. У меня цели две сейчас. Ну в перспективе этой работы. Первая – это огромная карта, возможно, хотя бы половины или всей Самары, на которой прямо можно будет зайти на сайт и в прямом эфире онлайн посмотреть, что происходит где. А вторая – это примерно то же самое, только приложение в условиях дополненной реальности. достаешь телефон и наводишь камеру и смотришь, что сейчас происходит, где дым, как он себя ведет, там цветное все, опасные зоны, безопасные зоны. Вот так. Ну и не станет людям страшно от этого, а то выяснится, что живут они в опасном районе, и что же им делать всем, уезжать из этого района, а кто-то ведь должен там жить, работать, наверное. Ну я надеюсь, не люди будут решать эту проблему, а организации, которые ответственны за эти газы, за эти опасные дымовые газы. Они должны решать эту проблему как-то. Это для них будут данные, или им доступны. Они должны с ними что-то сделать. Я думаю, они исправят положение хоть как-нибудь. Ребята, а какая у вас мечта? Мечта? Я закончил этот институт в 2012 году. У меня был небольшой перерыв. Мне нравится заниматься наукой. То есть потом поступил в магистратуру, сейчас в аспирантуру. И вот у нас в политехе, на втором этаже, в первом корпусе, висят портреты великих ученых, докторов наук. И у меня есть сын, мне 5 лет. Я предполагаю, что он будет энергетиком, как бы потомственный энергетик. Мне хотелось бы, чтобы он когда-нибудь ушел по этому вузу и гордился своим родством. У меня такой, стать доктором наук. Такое вот мечтание. Илья, а у вас? Ну, хотелось бы хотя бы какую-то студию, куда пришел. Есть люди, которые тебя поддержат, тебе помогут. И вместе с тобой будут заниматься каким-то проектом. И сейчас мы к этому идем. В САМГТУ новый проект развивается. МПК, междисциплилярные проектные команды. Он как раз хочет сделать студию в рамках САМГТУ, где молодые ученые смогут работать, реализовывать свои проекты, писать статьи. И сейчас у них центральный проект. Они хотят сделать сердечную сосудистую систему человека. Вот амбициозно. Ну, вы тоже член этой команды. Я член этой команды, да. Вот, кстати, могу немного добавить. Вот мы с моим руководителем, он с Томска приехал к плечу, Владимир Владимирович. Вот мы с ним организовали лабораторию, нам институт в этом помог. То есть мы разработку своей диагностики в реальных условиях проверяли. То есть мы собрали лабораторный стенд, на котором также студенты сейчас привлечены. Очень большая команда у нас в данный момент. То есть там на протяжении двух лет мы ее развивали. И вот также вот они участвуют в конференциях, там пишут статьи на нашей лабораторной установке. Ну, так добавить. Михаил, а какую поддержку вам оказывает ВУЗ? Вот в первую очередь вот как раз в предоставлении лаборатории и возможности в ней что-то творить. Также финансовую поддержку оказывают. Ну, мы также и на стороне привлекаем какие-то другие гранты. И также участвуем в различных акселераторах, ну, чтобы получить еще более какую-то финансовую поддержку. Илья, а вам? Вот этот весь проект мой с анализом распределения вредных газов, он полностью жив благодаря моему университету. Потому что я там узнал, что это возможно. Он меня научил, по факту так получается. Предоставил мне, ну, условия комфортные, чтобы я не сидел ночью в 2 часа, в 3 часа делал что-то дополнительное, никто об этом не слышал. А на меня обратили внимание, мне как-то пытались помочь. Вот он жив благодаря моему университету, этот проект. В будущем вы что планируете делать, как продвигать свой проект дальше? Какая идея изначально? То есть после того, как мы создадим, запатентуем всю эту систему диагностики, предлагать предприятию уже. То есть развивать какой-то, может быть, небольшой стартап, скажем так. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы наша диагностика легла в какую-то фундаментальную основу технической документации по обслуживанию вообще генераторов и так далее. То есть какой-то большой хочется сделать вклад. Вот именно как раз вот эта надежность электроснабжения. Сейчас у меня самая ближайшая цель – это участие в программе «Неумник», получение гранта, потому что без денег, без финансов, без заливаний у меня руки связаны пока что. Сейчас это мой этап. Не хочется, чтобы проект, чтобы он остался у меня дома. Хочется, чтобы о нем говорили, хочется, чтобы меня услышали. И чтобы это потом где-то пригодилось и появилось. То есть хочется принести пользу людям. Да. Ну что ж, я желаю вам удачи, успехов в ваших начинаниях, в вашей научной деятельности. Спасибо. А наше время подошло к концу. Я напоминаю, что у нас есть группа во Вконтакте, испытательный стенд «Самаргиз». Если ты юный и у тебя пытливый ум, ты что-то изобрел или знаешь таких творческих людей, можешь смело заходить в нашу группу и оставлять заявку на участие в программе. Испытаем это вместе. А я с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!